Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Аиша Киреева. И в начале выпуска коротко о главном. Предвыборная гонка продолжается. Партия Берлёк назвала себя загадкой, выдвинув при этом 8 кандидатов депутатам и жилисам. Уральск превращается в Венецию. Несмотря на то, что коммунальщики работают в усиленном режиме, воды меньше не становится. Погорельцы в поселке Достык остались без крыши над головой. Три квартиры сгорели дотла. Правительство хочет обязать всех казахстанцев страховать свои квартиры от пожаров и природных катаклизмов. Об этом сегодня на заседании коллегии Министерства юстиции сообщил глава ведомства Берег и Машев. Власти решили пойти по примеру западных стран, где практически все хозяева недвижимости имеют специальный страховой полис. В случае ЧП люди там не устраивают пикетов и не требуют отремонтировать жилье за счет государства. Они просто идут в страховую компанию за деньгами. Согласно проекту закона, обязательно нужно страховать не всю недвижимость, а лишь 35 квадратных метров. Остальное по желанию и финансовым возможностям. То есть после потопа или пожара страховщики компенсируют стоимость именно 35 квадратов. Даже если площадь квартиры в два раза больше. Кто желает больших выплат, должен и платить соответственно. Примерную стоимость страхового полиса специалисты уже посчитали. От 0,2 до 0,9% от рыночной стоимости жилья. К примеру, если квартира стоит 60 тысяч долларов, то ежегодная страховка хозяина обойдется от 18 до 81 тысячи тенге в год. В зависимости от степени риска. Кстати, обязательное страхование предусмотрено не для всех. Рисковать бюджетными деньгами государство не собирается. К примеру, жильцы ветхих, аварийных и камышитовых домов купить страховой полис и получить вознаграждение в случае непредвиденных ситуаций не смогут. Партия Барлык выдвинула 8 кандидатов в депутаты Можилиса. Лидер партии господин Султан Гали назвал свою партию загадкой. Именно эта интрига, по его мнению, должна заинтересовать избирателей. Впрочем, он озвучил свою идею «Фикс» и предложил казахстанским олигархам создать фонд для помощи пенсионерам и развития малого и среднего бизнеса. Подробности в материале наших столичных корреспондентов. Напомним, похожий призыв звучал из уст лауреата Нобелевской премии профессора Эдварда Прескота. Выступая в рамках экономического форума в Астане, он посоветовал создать базу собственников, получаем перечисление части денег, которые Казахстан получает от нефти, на депозиты каждого казахстанца. Тогда многочисленнее станет средний класс и стабильнее будет общество. Другой пример – Дубаи. При рождении ребенка молодая мать получает 20 тысяч долларов и участок земли, и государство оплачивает обучение своего гражданина в любом университете мира. Может, идея Брелек похожа на эту? Но лидер партии не стал раскрывать секретов предвыборной платформы. Мы будем так говорить откровенно. Мы впервые идем. Это чистый лист получается, да? Первая, неизвестная, новая партия идет на выборы. Она, естественно, вызывает интерес. Поэтому, может быть, она и будет лучше восприниматься. Потому что сколько было партий, сколько было левых, правых, оппозиционных, это же все уже, как говорится, оскомину набило. А мы, наверное, загадка какая-то, поэтому мы лучше. Можно вспомнить соседей, когда российские ученые предложили повторить принцип Робин Гуда – взять и разделить. Нынешняя налоговая система подыгрывает 20% самых богатых россиян. И не жалуют бедняков, говорили авторы проекта. Большая часть бедняков живет на зарплату и платит налоги. В то же время богатые становятся лишь богаче. А налогов зарплаты платят меньше. Ведь их доход не завязан на зарплате. А что же предлагают в Казахстане? Я предлагаю просто в этот тяжелый период сейчас, кризис говорим, просто поддержать малоимущие семьи, то есть инвалидов, пенсионеров. Для этого сделать фонд и сказать, вот наш Казахстан, который нас вырастил и сделал богатыми, вот наш фонд, вот такая сумма. Я привел пример западных миллиардеров, в том числе Билла Гейтса, который реально понимает, что голодная Африка или бедные страны, они завтра придут постучаться, попросят кушать и их заранее накормить. Поэтому создал фонд и первый показал пример, положил огромные деньги. Этот фонд существует. Поэтому у нас-то не так много олигархов, но они есть. Достаточно, чтобы поддержать в это тяжелое время государство и наших людей. Даже крупнейший американский инвестор Уоррен Баффет очень просто продемонстрировал недостатки налоговой системы США. Он объявил, что платит налоги по ставке, которая ниже, чем у любого его сотрудника. Впрочем, в Казахстане уже предлагали и даже реализовали налог на роскошь. Справедливости ради надо сказать, что практически во всех развитых странах обеспеченные граждане облагаются более высокими налогами, чем другие жители. Причем налог на богатых иногда превышает 50% от дохода. Боржан Шайхмет, Анизато Спанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. 30% штрафов, которые должны выплатить государственные служащие за совершенные коррупционные преступления, до сих пор остаются невзысканными. Об этом сообщили в областном суде. В денежном выражении сумма измеряется 83 миллионами тенге. В случае неуплаты осужденные госчиновники могут быть отправлены за решетку. Стоит отметить, что сейчас штрафы применяются за взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Порядка 267 миллионов тенге наложено штрафа в отношении 26 лиц, совершивших эти правонарушения. Из них в добровольном порядке оплачено 150 миллионов. Я не считаю, округляя так. В принудительном порядке 33 миллиона взыскано. Итого 184 миллиона из 267 миллионов. Погодная аномалия продолжается. После рекордных снегопадов регион оказался во власти оттепели. Улицы и тротуары превратились в непроходимое болото. Коммунальщики по-прежнему работают в круглосуточном режиме. Но если погода в ближайшее время не изменится, то вода грозит подтопить жилые дома. Такое начало февраля больше напоминает апрель. Снег, который шел весь январь, начал интенсивно таять. Если улицы, где есть орычная система, еще выглядят более-менее, то периферийные трассы опасны для передвижения автомобилей. И хотя коммунальщики обещали, что Уральск не превратится в Венецию, то сейчас мы видим, что сзади меня огромные лужи, машины с трудом проезжают. Вот этот небольшой участок. Вот сейчас даже одна машина заглохла. Работают все коммунальные службы, но ситуацию усугубляет сильный дождь. В городском дорожно-экспортационном предприятии об отдыхе забыли с начала зимы. Сбои дает не только техника, но и люди. Они попросту устали. Мы откачиваем воду, где именно подтапливаемые места. Это улица Утимисова, потом лесозащитная, где мы с комбинатом. И здесь по городу тоже откачиваем, по улицам. В данный момент у нас задействованы мотопромпы, андежанцы и вакуумки. Это самый центр города, улица Курмангазы. Снегоочистительная техника убирает тротуар. Люди передвигаются по ледяному месиву. В каток ледяной превратился. Люди падают. Нужно принимать меры, чтобы этого больше не было. По тротуару как сейчас пройти? По тротуару сложно пройти, особенно пенсионерам. Мы ходим маленькими шажками. Под ногами грязь, месиво, как всегда. Ничего не изменилось. 21 век на дворе. Космос летаем, зато в грязи плаваем. У коммунальщиков есть тоже чем ответить. Да, скользко, но не везде по их вине. Люди падают. Все жалуются на ДЭП. Надо же тоже КСК, надо тоже обследовать. Каждый возле дома, кто выходит, везде налет. Люди падают, и все жалуются на ДЭП. Почему же ДЭП? Там тоже КСК служит участки. Не выдерживают напоры снега и воды крыши жилых многоэтажных домов. Пока КСК бездействует, люди вынуждены подставлять под струи, тазики и кастрюли. Каждую осенью, каждую весну у нас вот такие вот потеки. Это еще не все. Здесь вообще прям ручьи текут. КСК? КСК обещает, что придут. Похолодание в регионе ожидается в ночь с субботы на воскресенье. Роман Копняев, Айбулат ЖКПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Крупный пожар произошел в поселке Достык Зеленовского района. Там дотла сгорели три жилых квартиры в шестиквартирном доме. К счастью, погибших нет. Оставшимся зимой без крыши над головой ничего не остается, как только ждать помощи от неравнодушных сельчан и местного акимата. Пожар произошел ночью 3 февраля. В этот день ничего не предвещало беды, рассказывают пострадавшие. Возгорание началось в первой квартире. Пламя охватило на 150 квадратных метров. Ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники государственного учреждения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям. 4 человека личного состава и 1 единица техники. Три семьи остались без крыши над головой и без документов. Сейчас их временно приютили неравнодушные соседи. Хозяин квартиры, где начался пожар, даже предположить не может, отчего вспыхнул огонь. Его 84-летняя мама получила 50% ожогов тела. В настоящий момент она находится в больнице. «Я вышел в коридор и увидел огонь. Он был уже настолько сильный, что потушить его самостоятельно было невозможно. Я сразу разбудил соседей, даже документы не успел взять. Только вытащил на улицу несколько курпешек». Третья квартира хоть и сгорела не полностью, да только вот для жилья она непригодна. Теперь пенсионерке с внуком, сыном и с нахой негде жить. Одна надежда у пострадавших на Акимат, чтобы они оказали помощь. «Я сама не ожидала, что так произойдёт. Ничего подобного у меня в жизни не случалось. Сейчас мы остались на улице без жилья, дом полностью в воде. Куда нам теперь идти среди зимы, я даже не знаю. Сейчас приходится ждать помощи только от Акимата. Других вариантов у нас нет». Жители отмечают, что после несчастного случая к ним приходили с Акимата, да только никаких обещаний не давали. Для начала необходимо получить заключение о пожаре от специалистов. «Сейчас мы ждём заключение от сотрудников ЧАЭС. В данный момент у нас в посёлке квартир или пустых домов нету, чтобы им дать. Особенно сейчас у одной семьи безвыходное состояние. Будем собирать деньги, но это не выход. Пока поможем им снять квартиру». Олег Великий, Мохамбет Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В 5000 долларов оценил жизни дочери и экс-супруги бизнесмен в Уральске. Именно такую сумму заплатил киллеру за убийство двух человек, 60-летний житель Уральска. Полицейские по оперативной информации узнали, что один из предпринимателей ищет исполнителя для заказного убийства. Мужчина хотел избавиться от экс-супруги и своей 8-летней дочери. Причина довольно банальна – нежелание платить алименты и делить имущество и бизнес. В ходе операции полностью задокументирована и своевременно пресечена преступная деятельность заказчика, 60-летнего генерального директора одного из того и организатора, готовившегося к заказному убийству, 52-летнего жителя Уральска, сообщили в полиции. За заказное убийство в качестве предоплаты бизнесмен заплатил организатору 5000 долларов. Стоит отметить, что организатор ранее был дважды судим за различные преступления в России и Казахстане. 2 февраля заказчика и организатора готовящегося убийства задержали и водворили ВВС. Подозреваемым предъявят обвинение в подготовке особо тяжкого преступления. Сейчас жизни матери и ребенка ничего не угрожает. Они до сих пор находятся под охраной. Уважаемые телезрители, напоминаем вам, что подробно обо всех самых важных событиях уходящей недели вы узнаете в аналитической программе «Итоги недели». К нам в студию присоединяется наша коллега Марина Горбук. Марина, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В субботу вечером мы расскажем и покажем вам основные события уходящей недели. Почему не удалось сдержать цены на хлеб? Чем недовольны местные продавцы рынков? Готовы ли к замене транспорта городского автопарка? И кто в ответе за производственные травмы? Предлагаем вашему вниманию краткий анонс предстоящего выпуска. Два хотел взять, и у меня не хватает. Мучная лихорадка. Вслед за сырьем подорожал главный продукт. Почему выросла стоимость хлеба высшего сорта и ждать ли очередного взлета цен? У нас требуют ветеринарные справки, которые не выдают в поселках. Улучшение условий реализации товара или воспрепятствование предпринимательской деятельности. Продавцы мяса возмущены требованием ветеринарных справок нового образца. В единстве свободы народа в Уральске состоялось долгожданное открытие Дома дружбы. Уральским спортсменам удалось одержать победу в международном турнире по Панкартиону, что помогло борцам сразить соперников. Итак, основные события в итогах недели. Завтра в 20.30. Коллеги. Спасибо, Марина. А мы продолжаем наш выпуск. В Казахстане упростили сроки легализации имущества. В частности, это коснулось наличных денег. Кроме того, продлены общие сроки процедур до конца текущего года. К слову сказать, по итогам прошлого года в области уже легализовано 235 объектов на сумму более чем 1,7 миллиарда в тенге. Легализация предполагает отражение доходов и имущества граждан Республики. Массовое ее проведение началось с 1 сентября 2014 года. За этот период количество легализованных объектов превзошло ожидание. В комиссиях при местных исполнительных органах было легализовано свыше 50 объектов на сумму свыше 95 миллионов. Для упрощения процедуры проведения были внесены некоторые изменения. В частности, в операции с денежным имуществом. Деньги теперь можно зачислить на счета банков второго уровня, без уплаты 10% сбора. Второй способ легализовать деньги, которые находятся за рубежом или наличности, это не показывая их на банковских счетах, но при этом уплачивается 10% сбор и предоставляется специальная декларация в органы государственных доходов. Легализация подвергается деньги, ценные бумаги и имущество, расположенное на территории Республики и за ее пределами. Любые сведения, связанные с легализацией, являются налоговой и банковской тайной. Имущество не может быть конфисковано. Мене уральцев по поводу необходимости проведения легализации расходится. Кто-то полностью согласен с принятыми нормами, но есть и те, кто думает, что необходимости в этом нет. Для каждого гражданина Республики Казахстан это необходимо, если такое имущество имеется в наличии, но не зарегистрировано. Да, оно и так мое. Чего его легализовать? Его уже, по-моему, не раз-то и легализовали, и все это делали. Представители комиссии напоминают, что особых сложностей в процедуре оформления документов нет, да и список их совсем небольшой. На сегодняшний день у нас за консультацией на легализацию имущества обратилось около 2,5 тысяч граждан, которые подали заявление в общей сложности на общую сумму 1,204 млрд. Как заявляют специалисты, одна из основных целей всеобщего адекватирования – сокращение ценевого рынка экономики страны. Марина Горбук, Таурен Бусинбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Как сделать из преступника гражданина своей совести? Об этом на очередной встрече с условно осужденными говорили специалисты правоохранительных органов и духовенства. Они рассказали оступившимся людям о религиозной грамотности. Цель – предотвратить распространение идей религиозного экстремизма и терроризма. Среди социально уязвимых слоев населения. В актовом зале управления внутренних дел собралось порядка ста условно осужденных. Все они когда-то оступились и совершили противоправные деяния. Сейчас для них важно встать на путь исправления и не допускать повторные правонарушения. Но бывают случаи, когда без помощи специалистов не обойтись. Сегодня мы пришли сюда для того, чтобы поднять немножко нравственность среди людей. Довести о ценностях человеческой жизни, правильной жизни, которые должны придерживаться и как мусульмане, так и православные. Всего на сегодняшний день на учете в службе пробаций стоят порядка 700 осужденных. Темой этого дня для них стало повышение религиозной грамотности. И это несмотря на то, что все собравшиеся привлекались к ответственности по разным статьям. 20-15% могут под влиянием других людей войти в нетрадиционную религию, заняться неправильным течением. Наша задача по противодействию таких шагов осужденных – предводить это по недопущению повторных преступлений. Главной целью встречи было довести до сознания этих людей ценности человеческой жизни. А в завершении беседы был поднят вопрос о трудоустройстве осужденных. К сожалению, результаты таких бесед будут видны лишь со временем. Окажутся ли они положительными – неизвестно. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Этой весной в Казахстане ожидают сложный паводковый сезон. Снега выпало больше нормы, и при резком потеплении паводок может быть внезапным и продолжительным. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций паводкового периода на территории Западно-Казахстанской области проводится необходимый комплекс мероприятий. Происходит обмен прогнозной и оперативной информацией с МЧС России. В Западно-Казахстанской области не зарегистрированы случаи свинного гриппа. Тем не менее, введен масочный режим. По данным областного управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, по итогам января количество заболевших ОРВИ увеличилось на 25,5%. Из них 30% это случаи гриппа. Болеет в основном взрослое население. Все заболевшие практически уже вылечены. Случаев заражения свинным гриппом нет. Но в целях профилактики в городе введен масочный режим. Более 200 овец и кос похитили у крестьянского хозяйства в Западно-Казахстанской области. В январе текущего года в полицию с заявлением обратился руководитель одного из крестьянских хозяйств Боке-Ординского района. Он сообщил, что с вольного выпаса неизвестные похитили принадлежавшие ему 196 овец и 35 кос разной масти. Сотрудниками криминальной полиции Боке-Ординского РОВД за совершение данного преступления задержан 22-летний житель Атраусской области. Главе крестьянского хозяйства возвращены 194 овцы. Ведутся поиски остального скота. Центр обслуживания населения Уральска стал доступным для людей с ограниченными возможностями. Сотрудники ЦОНа заявили, что инвалиды будут обслуживаться по особой программе вне очереди. Кроме этого, заработала мобильная группа, которая будет выезжать к инвалидам первый и второй групп на дом. Вызов на дом осуществляется по телефону 1414. Люди с ограниченными возможностями без каких-либо препятствий должны получать государственные услуги. Эта идея стала главной при подписании меморандума о сотрудничестве между областным обществом инвалидов, Департаментом труда и социальной защиты и городским центром занятости и социальных программ. Меморандум действует уже третий год. Были осуществлены 655 выездов и оказаны 1059 государственных услуг. Мобильная группа в действии. Списки людей с ограниченными возможностями утверждены местными исполнительными органами. Мобильная группа, которая выезжает к инвалидам первой и второй группы, оказывает все государственные услуги, которые оказываются в ЦОНах. Для этого инвалидам достаточно просто позвонить на номер 1414 любого телефона абсолютно бесплатно и оставить заявку. В течение 72 рабочих часов мобильная группа выезжает, оказывает государственную услугу с последующей выдачей готового документа. Инвалиды отмечают, что бумажный волокит отнимает много времени и сил. Погода какая сейчас. Удобно то, чтобы вызвать на домах инспекторов. 1414 звонишь, и мне нужна такая-то справка. Это легче для тех, кто не может выйти из дома. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Производители нефтепродуктов, владельцев нефтебаз и АЗС обязали устанавливать контрольные приборы учета, позволяющие в режиме реального времени передавать информацию о качестве бензина в госорганы. Об этом речь шла на совещании в областном Акимате. Руководители сетей АЗС отметили, что такие требования обернутся для них непредвиденными расходами. Постановление, обязывающее контролировать качество бензина, вводится в действие с 1 января 2016 года для производителей нефтепродуктов и поставщиков нефти. И с 1 января 2017 года для розничных реализаторов нефтепродуктов заправочных станций. За исключением розничной реализации нефтепродуктов заправочных станций передвижного типа. Там, где технологически все правильно поставлено, есть внутрикорпоративный контроль за качеством продукции, там вопрос не стоит. Но есть другие ваши коллеги, которые, между нами говоря, бодяжат, понимаете, и мимо, и через байпас, и мимо байпаса. Руководители сетей АЗС уже заявили, что к незапланированным тратам они не готовы, но закон есть закон. Самое сложное для нас, скорее всего, это лишние, незапланированные, незаложенные в бюджет расходы. Так как эти приборы учета, они не дешевые из-за разряда, в общем, дорогостоящих приборов. Так как они не производятся, соответственно, в нашей республике, они производятся за рубежом или же в ближайших странах, как Россия, Украина для нас. В Комитете технического регулирования и метрологии пообещали следить за выполнением требований по качеству топлива. Роман Копняев, Айбула, ДжГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Только трус не играет в хоккей. В Уральске стартовал междугородний турнир по хоккею с мячом, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Эдуарду Айриху. В нем приняли участие мальчишки 2003-2004 годов рождения. О баталиях на льду расскажет наш корреспондент Олег Великий. В первый день соревнований на льду сошлись четыре команды из Саратова, Новокуйбышевска, Актюбинской области и Уральска. Тренер местной команды отмечает, что к этому турниру они готовились очень мало. К сожалению, погода подкачала. И на стадионе «Юность», где обычно проходили тренировки, заниматься было невозможно. В этом году у нас зима не балует. Практически льда большого у нас на стадионе «Юность» не было. Катались один раз в неделю в ледовом дворце. Ну, провели несколько тренировок на большом льду. В общем, подготовка была отвратительной в этом году. Аналогичная ситуация и в Саратове. Там погодные условия не лучше. Добавляет проблем то, что поездки на соревнования приходится оплачивать родителям юных хоккеистов. Ездим за счет средств родителей. В данный момент ехали с Саратова на автобусе на рейсовом. 19 часов. То есть очень плохая дорога, гололед. Ребята устали. Ну, я думаю, восстановились перед игрой. Сколько готовились у тех тренировок? Мы готовились неделю, потому что у нас неделя был лед еще. Да, атака отрезками практически не было. Этот турнир уже стал традиционным. Его проводят ежегодно. В первые минуты игры удача оказалась на стороне команды из Хромтау. Именно они забили первый гол в ворота своих соперников из Новокуйбышевска. Турнир проходит по круговой системе. Из-за того, команды, набравшие наибольшее количество шагов, встречаются таковые матчи. Играют за первое, второе место и за третье, четвертое место. Финальная игра состоится 8 февраля. Олег Великий, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. www.tdk42.kz Всего вам доброго и удачных выходных! Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Сеть заправок «Экоил» – это прежде всего качественное топливо. «Экоил» спешит сообщить всем своим клиентам о начале акции. Заправившись 30 литрами бензина на автозаправочной станции «Экоил», вы можете выиграть автомобиль. Розыгрыш состоится 20 марта. Заправляйтесь качественным бензином. Прогноз погоды на 6 февраля. В Уральске – минус 1, плюс 1 днём. В Актау – минус 3, 0 градусов днём. В Актюбе – минус 2, плюс 1. В Атырау – минус 1, плюс 4. В Кокщитау – минус 1, минус 3. В Костанае – плюс 2, плюс 4. В Казаларде – минус 2, днём плюс 10. В Павлодаре – минус 6, минус 4. В Петропавловске – минус 2, плюс 1. В Талдыкургане – минус 13, минус 2 днём. В Таразе – плюс 2, плюс 11. В Усть-Каменогорске – минус 6, минус 3. В Караганде – минус 2 ночью, 0 градусов днём. В Шемкенте – плюс 2, плюс 13. В Алматы – минус 5, плюс 4. В столице республики Астане – минус 3, плюс 1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин